Здравствуйте! Это программа Первая студия. Я ее ведущая Виктория Шарнина. Президент Казахстана Касым Жумар Токаев поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов для регионов, где наблюдается дефицит учителей. Об этом он заявил на заседании Мажелиса. В сфере образования республики поставлены новые цели и задачи. Перспективы развития сегодня мы обсудим с гостью нашей студии. Айнаш Даданова, почетный работник образования республики Казахстан, директор Мичуринской средней школы у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Айнаш Мудакишевна! Итак, расскажите, пожалуйста, какое впечатление произвело сегодняшнее выступление Касым Жумар Токаева? Конечно, вот в эти дни мы сейчас с таким волнением, наверное, ждали этого заседания Мажелиса и выступления президента. Сегодня оно произвело на меня большое впечатление. Почему? Потому что был поднят ряд вопросов. Я даже тезис на себе, знаете, обозначила. Это, конечно же, в первую очередь, это восстановление правопорядка на всей территории. В целом, кризис прошел, но он сейчас требует от всех нас спокойствия и чтобы именно правоохранительные органы. Кстати говоря, он отметил, что мужество бойцов МВД, Министерства обороны. Далее он говорит о том, что действительно укрепление государственных границ сегодня немаловажно. Далее пополнение военного и железнодорожного транспорта. Обозначить, значит, нужно было бы, конечно же, еще и проверку, значит, оружие узаконить вот именно и перестроить работу правоохранительных органов в целом. Вот это вот как бы для нас, простых людей, конечно же, это значимо, потому что это наша безопасность в первую очередь. Ну и далее он в своем выступлении говорит, что нужно работать над привлечениями инвесторов. И особое внимание, я сама проживаю на селе и моя школа, обратить, значит, особое внимание развитию сельского хозяйства. Давно об этом не говорили. Вот, и в этот раз действительно он подчеркивает об этом. Вот, ну, в целом, конечно, все вопросы, которые он затронул, и в целом все приоритеты, которые он расставил, а также он дал ряд поручений, конечно, правительству и мажоресу. Вот, очень такое... И говоря о сфере образования, особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. Как сегодня обстоят дела на примере вашей школы? Да, сегодня, кстати говоря, Касим Жамар Кемеевич Тукаев сказал о том, что в густонаселенные регионы нашей страны возникла необходимость направлять сильных педагогов. Это западный регион и южный регион. По поводу педагогов. И стоит отметить, он сказал, что туда должны быть направлены самые лучшие учителя. И даже привел в цитату Ахмета Байтурсынова «Моголем мектев жирюгэ». Значит, учитель — это сердце школы. И вот, глядя на то, что на протяжении последних лет у нас и статус педагога, и повышение заработной платы поэтапная, все условия для учителей как бы создаются, он отметил, что все-таки на западе и юге нашего региона недостаточно высококвалифицированных специалистов-педагогов. И дал поручение правительству, чтобы они разработали особую программу для привлечения данной категории педагогов в эти регионы. Значит, с педагогическим коллективом в нашей области я могу смело заверить, что, вот анализируя, глядя на свою школу, на наш район, хочу сказать, что кадрового голода как такового у нас не имеется по педагогическим специальностям. Квалификация педагогов, конечно, она у нас была и есть. Но в последние годы, когда уже по новой модификации мы начали, значит, повышать квалификацию, то получилось, что сейчас более оправданно это работает, более честно и прозрачно. Даже национальный квалтест, к примеру, зовет учитель. Далее он зовет портфолио. Все эти достижения, которые он на протяжении трех лет, значит, нарабатывает, с помощью, конечно, это учеников, потому что без учеников-то мы никак не можем. И все победы учеников, все конкурсы республиканского значения и так далее, все это идет в копилку учителя. Хочется сказать, что в нашей области вот как бы таких вопросов о том, чтобы где повысить квалификацию, как это сделать, у нас не возникает. В период пандемии, насколько было сложно, вроде растерялись вначале, ой, онлайн, ну что же там, а оказалось еще лучше, еще удобнее. На своих рабочих местах мы могли любой семинар посетить и через УРЛЕО, и через ИПК, и, в общем-то, все возможности нам были предоставлены. Когда есть технические возможности, конечно же, легче нам получить свою квалификацию. Вот, знаете, именно на примере своей школы, вот у меня 65 учителей, и с высшим образованием у меня 94,8% педагогов. Это очень меня радует. Но мы, конечно же, территориально хорошо расположены, но при всем при этом сельская школа и такой высокий уровень квалификации именно с высшим образованием. Далее, вот мы вот сейчас говорим о том, чтобы повысили квалификацию учителя, свой комиссионный уровень, вот по школе у нас 85,4%. Тоже у нас есть учитель-мастер, у нас есть учитель-исследователь, 16 человек. Без категории у нас только 8 учителей. И это из числа молодых специалистов. И это, конечно же, вполне нас устраивает. И наша главная задача только педагогического коллектива – работать дальше. И в целом-то у нас все хорошо. Изменять взгляд на образование призвал глава государства, ставя приоритет технические профессии. И школа – это тоже, скажем, первая ступень ко всему. Да, да, да. Ну вот по техническим специальностям, на примере своей школы, я все время подхожу к своей школе, потому что у меня есть выпускники 11 классов, у меня тоже более 70% учеников выбирает техническую специальность. Это отрадно. Вот когда он говорил сегодня на заседании, в своем выступлении, что да, надо обратить внимание на технические специальности, он абсолютно прав. Мы больше гуманитарии. Дети сейчас интернет-ресурс используют. Ну и в основном девочки, они у нас тоже стараются гуманитарный цикл выбирать. У нас на базе нашей школы естественно-математический цикл, естественно-математическое направление. Дети в большинстве случаев выбирают технические специальности. Вот 85% детей поступили у нас в вузы Казахстана. И хочется сказать, что когда мы говорим о технических специальностях, конечно же, это в основном привыкли считать, что это мужчины, мальчики, юноши, которые выбирают эти специальности. Но при всем при этом, вот как бы выпускники в нашей школе идут на технические специальности. Вот когда он говорил о технических специальностях, он сказал, я в вузах затронул. Вот когда раньше у нас была государственная программа развития образования на несколько лет, на пятилетку. В этом году, в октябре месяце 2021 года, значит, Министерство образования предложило и постановлением было утверждено национальный проект развития образования. Вот в своем выступлении Тукаев, он подчеркивает все время образования, потому что действительно все начинается, наверное, с семьи и со школы. Вот. И когда мы говорим о том, что именно когда школу оканчивают дети, выбрали техническую специальность, к примеру, да, поступает в вузу, он сегодня подчеркнул, что именно, опять же, на западе нашего региона нужно будет открыть филиалы, вот именно филиалы хороших зарубежных вузов, авторитетных вузов. Да, раньше мы об этом не задумывались. А вот он в своем выступлении четко сегодня говорит. Пять филиалов поручил, значит, правительству открыть на территории Казахстана, то есть, в частности, на западе, потому что там густонаселенные, конечно, и школы там с большей численностью детей. И из них два филиала обязательно должны быть с технической специальностью. Вот это он подчеркивает. И, конечно же, он сказал, чтобы мы перенимали опыт лучших вузов России. Это, так скажем, новая планка. А готовы ли выпускники школ к такому? Я считаю, да, потому что они в 10 класс уже идут осознанно. В большинстве случаев, я же говорю, более 80-70% они выбирают техническую специальность. Вот, ну, я не могу говорить сейчас в целом по области, но судя по выступлениям руководителя управления образования, судя по аналитике нашего управления, да, наш регион, он готов. Вот Кустанайская область готова. Работе с молодежью сегодня уделяется особое внимание, и президент также отмечает в своем выступлении этому направлению. Насколько у вас эта работа поставлена? Да. Вы знаете, когда, вот буквально, сейчас скажу, в 2018 году, в 2018 году был объявлен Год молодежи. И сразу же, еще ранее, молодежно-ресурсные центры открывались по всему Казахстану. Это была такая фишка, я вам скажу. Я почему так с гордостью это заявляю, потому что та реализация программы молодежно-ресурсных центров, она прям сыграла свою значимую роль. Очень большую работу проводит МРЦ сейчас. Дети тянутся. Сейчас, тем более, им созданы все условия. У них свой бюджет небольшой. Ну, я скажу, может, сейчас уже побольше, но в свое время я сталкивалась с этим вопросом. У них свой бюджет. Они распределяют на свои мероприятия, закупают какие-то цифровые технологии для своего молодежного ресурсного центра. И тем самым они привлекают к себе молодежь. В общем, говорить вопрос каких-то компьютеров, какой-то мягкой мебели, это уже давно отошло на какой-то последний план. Сейчас они целенаправленно работают с молодежью. Но это молодежно-ресурсный центр. А вот наши дети плавно, после окончания, конечно же, школы, идут в вузы, они практически сразу уже в 10-11 классе становятся молодежью. И когда они видят, что вокруг созданы условия, вокруг них есть друзья, такие же, как они, ровесники, то, конечно же, я думаю, что по молодежи здесь вопросов практически не возникает. Вопрос только в том, что как с ними дальше еще сопроводить бы их немного. Знаете, у нас же сейчас дети вроде бы и ранние, а в то же время они сейчас под опекой. Все знают. Да, один-два ребенка в семье, вот таким образом. Но я считаю, что это не помешает тому, чтобы они стали хорошими патриотами. Очень много классных ребят, которые ведут за собой. Это лидеры. Это у нас, например, по школе есть Жасарбас, к примеру, такое военно-патриотическое направление. На нашей школе Касхалдак Юме, это девочки, клуб девочек, специально отдельно мы тоже проводим. Это тоже молодежь. Это воспитание казахстанской девушки, будущей мамы, будущей бабушки в семье, к примеру. Далее у нас сейчас школьный парламент. Это тоже большое новшество с прошлого года ввели. И поэтому, когда дети уже видят, что или же слышат сегодняшнее даже выступление самого президента нашей республики Казахстан, то, конечно, им такие слова, как депутатская фракция, мажорист, для них это все знакомо. Потому что они уже в школе это видят, и они в своем парламенте уже работают. Распределены точно их вопросы, их дела, и они же, конечно, там и работают, и в этом уже варятся. Но другой вопрос еще в том, что все-таки, когда они, дети, заканчивают вуз или колледж, вот сегодня президент отметил в своем выступлении, что надо доработать работу молодежной практики. Понимаете, когда дети ушли или выпустились из вуза, они немного потеряны. Они могут не сразу устроиться на работу. Кого-то это пугает, потому что они были студентами, и потом выходят на работу. Поэтому здесь вот программа молодежной практики, он дал получение правительству, проект доработать, и первая заработная плата. Вот над этими проектами, конечно, если правительство будет работать, то будет очень хорошо. Это и есть то сопровождение, которое пойдет уже после вуза. После школы сопровождается студенчеством, а после вуза уже вот молодежная практика. Молодежная практика, конечно, это же как бы работа правительства, Работа тех регионов, акиматов, которые на местах, и они помогают. И это же оплачиваемая молодежная практика, и дети с удовольствием идут. Вот такой вопрос по молодежи у нас. Какие проекты предлагает молодежь? Какие темы поднимают? Вот в молодежных ресурсных центрах, например. Ну, я вот сталкивалась, в молодежных ресурсных центрах часто поднимают вопрос экологии. Вот, да. У них очень часто защищаются различного рода проекты, и дети выступают со своими плакатами, значит, с видео. Они сами это все придумывают, показывают. И вот я обратила внимание, что сейчас молодежь больше нацелена на экологию и волонтерство. Вот волонтеры – это те ребята, действительно, как раньше мы были тимуровцами, они сейчас волонтеры, очень большую работу проделывают. Знаете, вот прям они очень здорово помогают не только окружающим, но и, мне кажется, всему региону. Они потому что зажигают, они ведут за собой. Вот, на базе нашей школы тоже есть из числа молодых педагогов волонтерское движение. У нас же есть ветераны педагогического труда. Мы оказываем им посильную помощь. В прошлом году картошку выкопали, в прозапрошлом году еще что-либо. И планово, конечно, это все проводится. Айнаша Молдакишевна, скажите, какую работу или какую помощь оказываете семьям из социально уязвимых слоев населения? Да, к сожалению, имеет место быть. Из семей социально уязвимых слоев населения у нас имеются дети. Их небольшое количество, но при всем при этом, конечно, мы точечную работу с ними прорабатываем. Это, конечно же, и посещение их на дому. Это и социальная помощь со стороны правительства. Это и акции дороги в школу. Хочу сказать, что буквально в прошлом году, например, наш бюджет образования области выделил огромные средства на приобретение зимней и осенней одежды. Это и обувь, и куртки. Со стороны государства, конечно же, большая работа проводится именно по обеспечению их материальной стороны. Далее бесплатное питание в школах. Сейчас у нас в каждой школе стопроцентное горячее питание. Но при этом и социально уязвимых слоев населения, это и опека, и многодетные семьи, они, конечно же, питаются бесплатно. Со стороны фонда «Всеобуча» и со стороны ИП у нас есть привлеченные средства. Индивидуальный предприниматель нашей школы 10 детей кормит бесплатно. Вот такая вот именно категория детей, я хочу сказать вам, они не пропускают занятия. Да, и они идут в школу для того, чтобы, ну, может быть, это высокопарно, получать знания, но на самом деле это так. И они очень трудолюбивые. Особенно из многодетных семей, дети. Вот настолько они, знаете, ну, вот, есть желание учиться, и есть желание дальше, наверное, после окончания учебы, поступать куда-либо в вузы и колледжи. Вот. Ну, и социально уязвимые слоя населения, хочу сказать, что, конечно же, в этом виноваты некоторые и родительские семьи. Вот. Если бы родители соблюдали закон, если бы родители исполняли свои прямые обязанности, то вообще бы таких детей из данной категории у нас не было бы. К сожалению, имеет место быть небольшое количество, но при всем при этом от государства и со стороны школы, конечно, поддержка очень большая. Как работаете с одаренными детьми? Да. Вот одаренные дети – это большой пласт нашего коллектива. Значит, сейчас все условия для них создаются со стороны государства. Почему? Потому что есть очень много конкурсов, проектов, где наши дети с удовольствием участвуют. И стоит отметить, я, наверное, вот советский учитель в свое время, сейчас вот годы независимости нашего государства, за эти 30 лет, конечно же, наши дети настолько сейчас демократичны, они настолько сейчас, у них высший уровень знаний, и доступ к этим знаниям – огромный спектр. Вот в период цифровизации, к примеру, только в прошлом году мы получили 150 компьютеров. Это же тоже большое количество техники, вот, именно цифровой. Дети работают и в сотовой связи, сидят на уроках, работают по сотовым телефонам, по компьютерам и так далее. Вот этот доступ к интернет-ресурсам, конечно же, тоже помогает. Хотя некоторые родители говорят, вот, наверное, все мешает. Нет, конечно. Ну и одаренные дети – это те дети, на которых мы делаем ставку. У нас ежегодно в школе выпускники 11 классов подтверждают знак Алтенбельга. Только в прошлом году у нас три алтенбельгийца. На протяжении последних пять лет у нас постоянно они есть два-три ребенка. И в дальнейшем они, конечно же, на ЕНТ тоже подтверждают свои знания. Мы этим гордимся. Наш коллектив педагогический работает над тем, чтобы одаренные дети более развивались, потому что это именно те дети, которые станут завтра балашаковцами. Вот. И думаю, что они принесут большую пользу нашему государству. Какие планы и проекты на вторую половину учебного года? Планы и проекты всегда есть, но это в первую очередь работать над качеством образования. Вот если раньше была государственная программа развития образования на пятилетку, там у нас планка была 63% качества образования по школе. Мы эту планку держим. У нас 62,9% качества по школе. Вот. Ну, это самый главный аспект. Ну, конечно же, не стоит забывать, что когда вот мы говорим о качестве образования, то мы должны сразу же говорить и об условиях, которые созданы и должны быть в школе. Поэтому вот в нашей школе тепло, светло, мы этим гордимся. Значит, я хочу сказать, что у нас и охранная сигнализация, и камеры видеонаблюдения, и мягкая мебель. И вот, знаете, вот через вертикаль управления мы действительно в этом году, наша школа в 2021 году приобрела очень много тех ресурсов, которые нам необходимы именно в материально-технической базе для обучения вот наших детей, для получения качественного образования наших детей в школе. Как помогаете детям, ну, так скажем, не утонуть в море информации в интернете, который, как правило, сегодня безграничен? Вопрос, конечно же, сложный, хочу сказать. Все мы привыкли сидеть в интернет-ресурсах, однако по школе у нас имеется ряд кружков и секций. Значит, обязательно посещать вот эти кружки и секции мы рекомендуем всем. И сейчас у нас вот практически стопроцентный охват. Мы территориально еще хорошо расположены, близко к городу. Многие родители молодые, кстати говоря, очень такие, знаете, активные, они своих детей могут водить и на кружок английского языка, и на, допустим, секцию волейбол одновременно. И это вот, ну, как бы нас радует, потому что дети заняты. Айна Шмолда Кишина, расскажите, как ведется работа с детьми с особыми образовательными потребностями? Да, дети с особыми образовательными потребностями имеются в каждом учебном учреждении. Это дети с разным диагнозом, задержкой психического развития, допустим, есть и диагноз ДЦП, и степень инвалидности. К примеру, в нашей школе два ребенка имеют степень инвалидности, они обучаются на дому. Это особая программа, по которой они обучаются дома, к ним учителя ходят, и по особой программе мы их обучаем. А тратно, что в последние годы мы данные детей не выделяем из соцсума. Они у нас такие же дети, как и все, и о них никто не знает. Вот окружающие дети, которые с ним одноклассники, они не знают об этих диагнозах. Мы это не афишируем, это и некорректно, и не должно быть. И именно данная категория этого не ощущает. Отношение такое же, как здоровый физический ребенок. Ну и, конечно же, мы в своих планах особо отмечаем данный пункт, и отдельно для них выделяем в своих поурочных планах строку для них. Это отдельные для них занятия, отдельные вопросы. И, конечно же, подача самого материала нового тоже немного по-другому, в другом аспекте для данной категории детей. Ну и, конечно же, если эти дети у нас адаптированы к соцсуму, то, значит, есть прогресс. А вот, к сожалению, конечно, в последнее время наблюдается тенденция того, что дети с нарушением речи чаще появляются. Раньше такого не было. А вот сейчас уже логопедические пункты работают в полную силу. Психолог школы работают в полную силу. Если социальный педагог работает с социально изимными слоями детей, то, конечно же, здесь вот именно с данной категорией детей с особыми образовательными потребностями работает целая служба. Психологическая служба. И, кстати говоря, у нас в Станайском районе полностью снят вопрос вакансий психологов. Об этом ранее говорил министр, и сейчас это точно отработано. Сейчас очень много вузов, где обучают психологии. Но мы эту общую психологию проходим. А это прям узкая специализация психология. И данные психологи, у нас школьные психологи работают. Но психологи работают, конечно, не только с данной категорией. Они работают со всеми детьми. Иногда и мы сами к ним ходим, психологам. И перед подготовкой к ЕНТ обязательное участие психолога. А логопеды, вот сейчас логопедические кабинеты открыты. У нас, например, две ставки логопеда. У нас даже есть мини-центр с полным днём пребывания. И там из 50 детей у нас 14 детей, которые посещают именно логопедический пункт. И это меня немножко настораживает. Но при всём при этом мы, коллектив, который работает с данной категорией детей, мы их выравниваем. И логопеды справляются с этой работой и ставят речь, ставят звук. Вот так правильнее будет. Ну и вот такая категория, конечно, сейчас она полностью, полностью для них созданы условия. И хочу сказать, что при поддержке учебных программ, материально-технической базы, вот именно педагогического коллектива, не без помощи родителей, которые за них беспокоятся, они, конечно же, у нас продвигаются. Говоря о выпускниках, скажите, пожалуйста, какие чаще всего специальности выбирают выпускники? Выпускники, вот я в последние годы, я обратила внимание, что они чаще выбирают технические специальности. Это программисты, инженеры. Общаясь вот с коллегами, с ближайших сёл коллегами, они говорят о том, что уже сейчас агрономы. Очень такая, знаете, перспективная профессия – это ветеринарные врачи. Если мы говорили раньше, ветеринарный врач – это только, например, скот, коровы, овцы и так далее, то сейчас мы уже говорим о том, что уровень благополучия жителей, городских, к примеру, улучшается, наверное, потому что у них и собачки, и котята в каждой семье, и детям это хорошо. То, конечно же, ветеринарные врачи сейчас востребованы. Вот даже в данной категории животных. Так скажем, наконец-то армия юристов и экономистов немного убавит. Да, уменьшилась, да? Вы знаете, я бы ещё хотела отметить, что вот сегодня в своём выступлении господин президент сказал, что вот тот национальный фонд, который у нас существует, это же самая большая финансовая такая финансовая поддержка для всех, значит, для всей страны. Он сказал о том, что сейчас этот фонд будет называться общественный национальный фонд. И этот общественный национальный фонд будет в первую очередь заниматься именно с теми детьми, у которых редкие заболевания имеются. Вот к вашему вопросу, как раз таки вот это вот его выступление даёт нам все основания надеяться на то, что те дети, которые не могут посещать школу и не могут попасть в детские сады по состоянию здоровья, они, конечно же, вот со стороны вот этого общественного национального фонда будет оказана поддержка. Он строго-настрого отметил, что этот национальный общественный фонд будет настолько прозрачным, у них будет свой сайт, и отслеживать или же давать отчёт этот национальный фонд будет именно обществу нашему. Когда, какие времена так было. А сейчас, вот видите, и он ещё и обязывает большой бизнес, крупных бизнесменов на регулярной, он подчеркнул, на регулярной основе вкладывать сюда вот какие-то средства для того, чтобы эти дети получали посильную помощь. Ну и не только, конечно же, эти средства будут использованы для этих детей. У нас в стране достаточно тех, значит, отраслей, куда, конечно, нужно целевое какое-то вложение этих денег. А нашему таки, что, к сожалению, время нашего эфира дошло к концу. Спасибо за то, что вы пришли в эфир нашей программы. Успехов вам! Я напомню, это была программа «Первая студия». Спасибо за внимание. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!